1 ноября по всей России тысячи людей будут писать географический диктант. Эта образовательная акция призвана оценить уровень географических знаний граждан нашей страны и привлечь внимание географической грамотности. Именно о ней мы будем говорить в эфире программы «По существу». У нас в гостях Инна Неконорова, председатель Чувашского республиканского отделения Русского географического общества. Инна Витальевна, здравствуйте. Здравствуйте. С инициативы проведения географического диктанта выступил председатель попечительского совета общества Владимир Путин. На 15-м съезде Русского географического общества, насколько я знаю, эта акция проводится впервые. Давайте поговорим о цели акции, зачем она нужна и вообще какая от нее польза. Ну, главная цель это все-таки пробудить интерес к географии и понять, что на сегодняшний день географическая грамотность населения, к сожалению, крайне низкая. И мы даже не знаем то, что происходит в нашей стране, то есть элементарно, где располагаются главные реки, водные артерии, города, республики. Какие народы населяют нашу страну. Вот это вот поразительная географическая безграмотность, при том, что у нас великая страна, а мы ее практически не знаем. И девиз этого диктанта «Наша страна Россия». Называется так? Да, да. «Моя страна Россия». А вот, допустим, если коснуться преподавания географии в школе, например, вот на каком она сейчас уровне? Есть какие-нибудь сложности? Вы знаете, нехватка кадров, она была и сейчас еще ощущается, да, но все-таки наше образовательное учреждение и Чувашский государственный университет, и Чувашский государственный педагогический университет готовят кадры, поэтому эта нехватка постепенно сокращается. А как вот, допустим, именно географический диктант может помочь в изучении географии, допустим, обычным людям? То есть как это может смотивировать или что? Это, в первую очередь, важно даже не самим людям, которые поймут, насколько они знают или не знают географию, а это важно тем, кто разрабатывает государственные стандарты школьного образования, чтобы увидеть, как улучшить географическое образование, как улучшить учебники, подачу материала, как модернизировать уроки географии, как пробудить интерес к географической науке в целом. А откуда появилась идея создания географического диктанта? Она возникла как такое вот подобие тотального диктанта по русскому языку. Вот Владимир Владимирович Путин, попечитель Русского географического совета, сам выступил на съезде РГО в прошлом году с предложением, коллеги географы, почему бы вам не провести тотальный диктант по географии на подобие диктанта по русскому языку. И вот географы нашей страны активно приняли в этом участие, то есть вот весь год шли подготовительные работы. В мае этого года мы проводили пробный диктант в Чувашской республике на базе Чувашского госуниверситета. Приглашали всех и приходили действительно все, начиная от домохозяек, заканчивая пенсионерами. Но, конечно, большинство это были школьники, которым хотелось узнать свой уровень грамотки. А вот, в общем-то, много ли было желающих? А так как это первый раз, и пока, к сожалению, была информация не настолько раскрученная, то желающих было немного. Но вот сейчас у нас идет онлайн-регистрация желающих. Ну, просто вот на сегодняшний день больше ста человек уже зарегистрировалось по городу Чебоксаром. И я знаю, что из других городов звонили из Канаша, из Чебоксарска. Люди звонят, спрашивают, как можно принять участие. То есть, я думаю, событие будет резонансное, наверное. В общем-то, его ждут, значит, люди расспрашивают. Да, да. А в какой форме пройдет географический диктант? То есть это будет форма уже привычного тотального диктанта или какой-то тест? Как это будет проходить? Это будет что-то такое комплексное. То есть и тесты, и диктант тоже будут. То есть будут диктовать, читать, зачитывать вопросы. Будут видеопрезентации, соответствующие этим вопросам. То есть, допустим, описание какого-либо региона нашей страны, которое сопровождается фотографиями. И нужно будет угадать, что же за регион описано в этом вопросе. Но те, кто будут писать диктант, им не нужно будет записывать весь вопрос. Их задача будет только написать название этого региона. То есть базовые – это тесты. Тесты разного вида. То есть обычные, которые в ЕГЭ, когда четыре варианта ответа предлагаются, нужно выбрать один правильный. Дальше какое-либо описание. И по этому описанию нужно угадать страну, регион, область, реку, горную систему и так далее. А если по тематическим блокам разбирать, то это будут вопросы, касающиеся знаний географических понятий, терминов. Ну, самых обычных даже. Что такое географическая карта, что такое меридиан. И также вопросы на знание географической карты. Что севернее, что южнее, что западнее, что восточнее, что где находится. Потому что мы даже не знаем свою собственную страну. Я в прошлом году была на фестивале Русского географического общества. Это было в первый раз в Москве, в Центральном доме художника. И что вот меня больше всего поразило, даже огорчило, абсолютное незнание нашей страны. Ну, люди подходили и были удивлены, что Чувашия рядышком оказывается от Москвы, что она где-то не там далеко на Чукотке, как думают некоторые. Потому что... Да, даже с такими вопросами подходили. Поэтому, я думаю, этот диктант поможет нам поднять географическую грамотность всего населения нашей страны. А кто занимался составлением вопросов географического диктанта? Составляли вопросы географы Московского государственного университета имени Ломоносова и Московского государственного педагогического университета. То есть это профессионалы. И проверять тоже будут они. Наша задача собрать ответы и в отсканированном виде отправить их проверяющим. А кто выбран в качестве дикторов? То есть кто все будет это зачитывать? Это для нас пока задача, проблема. Мы как раз обращаемся к медийному сообществу нашей республики. Нужны люди, которые смогли бы прочитать нам этот диктант. Может быть, даже с театральным образованием, с актерским образованием. Мы в таких нуждаемся. Ну вот, а на сегодняшний день уже есть какие-то там люди? Или пока еще... Нет, мы только думаем над этим, да. Пока не могу точно сказать. А как вообще будет оцениваться диктант? То есть какие-то больные шкали? Да, для нас сейчас привычно уже стобальная шкала. Мы уже привучены все к ЕГЭ, поэтому и здесь принята такая шкала, стобальная шкала. Вот, она будет оцениваться. И зарегистрировавшись, каждый участник, он будет под номером. Кстати, можно даже под псевдонимом писать. Вдруг кто-то стесняется своих знаний или их отсутствия знаний. И он может потом посмотреть на сайте Русского географического общества под своим номером. А у каждого будет свой идентификационный номер. Он посмотрит свои результаты и знать будет только он сам. А на каких площадках в Чувашии пройдет диктант? То есть куда можно будет прийти и вот как раз попробовать свои силы? В Чувашии выбрана одна площадка. Это Чувашский государственный университет имени Ульянова. И не случайно, потому что штаб-квартира Чувашского отделения РГО находится в нашем университете. Поэтому 1 ноября в 12 часов дня наша аудитория гостеприимно распахнут свои двери для всех желающих. А получается по всей России в одно и то же время будет проходить диктант? Да, с учетом поясного времени. В каждом регионе с учетом своего поясного времени в 12 часов дня все пишут этот диктант. А все ли желающие могут прийти и попробовать свои силы в географии? Или есть какие-то критерии отбора? Нет, все. Участие добровольное, бесплатное. Поэтому все желающие могут к нам прийти. Более того, мы для людей с ограниченными возможностями тоже представляем такую возможность. В нашем университете в программе «Доступная среда» установлены специальные пандусы. Поэтому с ограниченным движением люди могут приехать к нам. На первом этаже будут специальные аудитории. Волонтеры будут их встречать. И для людей с ограниченными возможностями мы также немного удлиняем время написания диктанта. Все будут писать 45 минут. Для таких мы предоставляем возможность чуть увеличить время. А ждут ли какие-либо призы самых географически подкованных? Я думаю, что мы в нашем чувашском отделении обязательно предусмотрим призы и подарки для тех, кто наберет максимальное количество баллов. Ну и если появятся спонсоры, которые захотят помочь нам в этом, мы все это приветствуем. Что ж, Инна Витальевна, большое спасибо за беседу. А я напоминаю, в эфире программы «По существу» мы общались с председателем Чувашского республиканского отделения Русского географического общества Инной Неконоровой. До свидания. До свидания. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова